Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в нашем городе, который является культурной научной столицей, да и просто красивый город, и очень рада вас здесь видеть. Мы сотрудничаем, наверное, с более чем 200 странами мира, но взаимодействие с КНР по многим направлениям является приоритетным. И одно из основных направлений, с которым мы связаны очень большие надежды при взаимоотношении с КНР, это является образование. Это никуда образование наука. Сейчас в наших вузах обучается около 3800 студентов с Поднебесной, и при этом одна треть студентов это первокурсники. И как раз вот эта последняя часть, когда я сказал про первокурсников, действительно очень важная и такая очень обнадеживающая, что это наше будущее, будущее нашего взаимодействия. Какие же направления у нас есть? У нас действительно сейчас очень много взаимодействий между нашими вузами и научными и образовательными учреждениями Китая. На данный момент заключено более 250 соглашений между нашими вузами и образовательными учреждениями КНР. Могу назвать некоторые из них. В государственном университете открыта образовательная программа юриспруденты с углубленным изучением китайского языка и китайского права. В государственном университете открыта образовательная программа юриспруденты с учреждением китайского права. Политехнический университет открыл первым из российских вузов сейчас в Китайской народной республике в Шанхае свое представительство. В Санкт-Петербурге функционирует научно-исследовательская организация по изучению высокораскорационного нового железнодорожного движения, которое тоже на базе наших научных учреждений КНР. В Китайской народной республике в Шанхае, 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 в Шанхае. Ну и конечно, вот вы находите сейчас, уважаемые друзья, в легендарных стенах легендарного института раньше, университета, нынче. В Шанхае тоже, вы знаете, что обмечается более 300 студентов на трех специальностях, и это замечательно. Мы очень рады, что сейчас именно в этих стенах в Санкт-Петербурге. Ну и если мы говорим, мы сейчас находимся в научных стенах, мы говорим все-таки о культурных ценностях, это замечательно. Тогда мы, конечно, не можем не упомянуть имя Конфуция. Того человека, ну это, наверное, единственный человек в мире, имя которого знает, наверное, каждый живущий на этом земном шарике. И конечно же, должны мы вспомнить золотое правило этики, никогда не желай человеку того, чего не желаешь себе. Еще раз хочу поблагодарить у нас этот приезд, и потому что мы очень рады этому мероприятию, который приходит у нас, и пожелать все было у нас хорошо, и мы замечательно провели этот день. Ну и исходя из того, что много я сказал, я понял, что нам нужно начинать учить китайский цех. Спасибо, друзья, очень рады вас видеть у нас. Спасибо. У вас очень рада, очень рада вамYA. 好好 рад học! Спасибо, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Редактор субтитры Алексею Дубров»さ kindelow. Игорь Негода.